привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы обсудим вопрос который задал евгений склеревский наш коллега из ташкента своим знакомым вопрос звучит так вот у нас лежит на наклонной плоскости кирпич и спрашивается какая его половина давит на плоскость больше верхняя или нижняя ну и его друзья дали самые разные ответы и я предлагаю вам тоже сейчас остановить видео подумать самостоятельно и написать свой ответ в комментариях к этому ролику ну а теперь давайте мы будем рассуждать как мы это делали в школе и расставим все силы которые действуют на кирпич ну и первое и уже отмеченная на чертеже это сила тяжести которая приложена к центру масс кроме того на кирпич будут действовать сила реакция опоры перпендикулярная наклонной плоскости и сила трения направленная вдоль наклонной плоскости ну и обычно ее изображают вот так и баланс сил теперь обеспечен но если присмотреться есть одна нехорошая особенность у этого чертежа а именно моменты вот этих двух сил относительно центра масс равны нулю а вот момент силы трения вовсе даже не равен нулю и получается что кирпич должен будет вращаться в эту сторону что согласитесь выглядит крайне странно как же исправить эту ситуацию ну смотрите как бы мы не двигали стрелку обозначающую силу трения вдоль плоскости момент относительно центра масс будет один и тот же значит проблемы связаны с тем как сейчас нарисована стрелка обозначающая реакцию опоры и мы должны перерисовать ее как-то иначе она не там приложена и для начала я просто уберу обе эти стрелки скажу что соответствующим суммарная сила должна быть во первых в точности равна силе тяжести а во вторых направлена вдоль той же самой прямой чтобы не было никакого вращающего момента ну а теперь можно разложить ее на проекции сказать ну вот проекция вдоль плоскости это и есть сила трения а перпендикулярно плоскости это и есть реакция опоры и смотрите оказывается что сила реакция опоры приложена впереди ближе как бы сдвинута переднюю часть кирпича и тем самым можно сделать вывод что передняя часть кирпича давит на плоскость сильнее чем задняя мы выслушали рассуждение алексея и может показаться что они безупречны в самом деле это базовая школьная физика равенство сил равенство моментов бы все выполнено но как он сделал последний переход сначала нарисовал равнодействующую а потом вдруг стал говорить что тем самым передняя часть бруска нагружена и давит на опору на наклонную плоскость сильнее чем задняя а как это он перешел от равнодействующей к распределенным силам как перейти в обратную сторону от распределенных сил равнодействующие я знаю но на каком основании сделан этот переход и у меня есть контрпример к тому что он сейчас рассказал смотрите это ведь в идеальной школьной модели там задачники считается что абсолютно ровный кирпич лежит на абсолютно ровной наклонной плоскости и соприкасается с ней всеми своими точками но в действительности то и кирпич шероховатый и наклонная плоскость тоже и быть может они соприкасаются отнюдь не по всей поверхности касания ну его буду считать что соприкосновение происходит в отдельных точках и сделал такую утрированно неровную поверхность кирпича приклеил и у меня соприкосновение происходит в этой точке и в этой ну соответственно я должен приложить сюда снова силу тяжести к центру масс кирпича и нарисовать реакции значит одна реакция задней точке одна в передней и поскольку у меня так получилось что плечо передней точке она больше то соответственно реакция здесь будет меньше и получается что к задней половине кирпича приложена большая сила ну и больше перпендикулярная реакция чем к передней так что может быть и так несмотря на то что центр масс кирпича никуда не сдвинут он находится в середине этого прямоугольника что же на это ответит алексей вообще-то я предполагал что кирпич не настолько неровный как это показал на своем чертеже андрей ну и в этом случае можно считать что силы реакции опоры меняются линейно так что их равнодействующие приложено именно там где нужно и в этой модели таки получается что передняя половина кирпича давит на плоскость сильнее чем задняя но с другой стороны возражение андрея очень серьезное и мы не можем получить ответа в этой задачи как-то ее не доопределив она статически неопределимая ну и поэтому мы сейчас рассмотрим существенно более простую задачу в которой получим таки конкретный ответ и это будет задача о том как два человека несут шкаф пока они идут по горизонтальной поверхности на каждую приходится равная нагрузка но в нашей модели грузчики заменены вот этими весами и сейчас видно что весы показывают по 10 ньютонов и вот грузчики зашли на лестницу и теперь нагрузка на них уже разная на нижнего грузчика приходится 12 то есть 10 плюс 2 ньютона а на верхнего 8 то есть 10 минус 2 ньютона а теперь посмотрим какие вращающие моменты создают эти силы относительно центра тяжести кирпича их плечи относятся как три к двум момент слева это трижды 8 момент справа дважды 12 и они равны между собой как предсказывает школьная физика и поэтому держать шкаф снизу тяжелее чем сверху а теперь я хочу задать алексею совсем наивный вопрос который быть может пришел в голову и кому-то из наших зрителей вот у меня брусок стоит на наклонной плоскости и я опять мысленно делю его на переднюю и на заднюю часть ну и кажется что эти части весят одинаково значит они должны одинаково давить на опору где же я ошибаюсь в таком рассуждении признаться кажущийся наивным вопрос андрея заставил меня призадуматься и сделать мысленный эксперимент в духе галилея ну действительно давайте представим себе что наш кирпич разрезан на две одинаковые половинки каждая половинка стоит на наклонной плоскости ну и очевидно что раз они одинаковые то и давить они будут на эту наклонную плоскость одинаково ну а теперь возьмем и свяжем их невесомой связью превратив в одно тело ну и как же так ведь ясно же что от того что эта связь будет наложена ничего ровно не изменится они как давили одинаково на наклонную плоскость так и будут давить отчего же в наших предыдущих рассуждениях получалось что передняя часть будет давить все-таки больше и этот вопрос я хочу переадресовать вам наши дорогие зрители ваши комментарии на этот счет пишите к этому ролику на ю тубе а